Ой, я боюсь. Это не я с ним играю, это он меня пугает. Ой, я боюсь. Чудо – это хоспис, хоспис – это чудо, делятся эмоциями Елена Богаткина. Сегодня её трёхлетний сын Азамат играет, смеётся и даже говорит. А два года назад в хоспис он попал, балантируя между жизнью и смертью. В результате падения из окна мальчик пережил 27 переломов, два инсульта, множество операций и две комы. Меня окружил персонал хоспис с такой любовью, как дома. Я перестала заикаться. Потом начал приходить у нас в сознание Азаматик. Мы же были в состоянии сопра. Если у ребёнка такая жизнестойкость, можно сказать, что он настоящий герой. То и будущее, возможно, у неё будет героическое. Но руку ко всему к этому приложил Владимир Владимирович. Азамат в хосписе – частый гость. Каждый год вместе с мамой и старшим братом он приезжает сюда на реабилитацию. Не в первый раз здесь и Дарина Чернова. Девочке всего девять. А мечта вполне серьёзная. Я мечтаю ходить. Здесь очень хорошо. Очень интересно. Подарить детям мечту на выздоровление или попытаться облегчить их страдания – две непростые задачи, с которыми персонал хосписа сталкивается ежедневно. Сейчас мест для всех нуждающихся здесь не хватает. Ведь в детском хосписе палиативную помощь получают и взрослые. Поэтому сотрудники фонда имени Анжелы Вавиловой собирают средства на строительство нового здания. На это татарстанцы уже пожертвовали более 10 миллионов рублей. Это будет прекрасное место. Самое главное, где люди будут получать уход, любовь, обезболивание адекватное. Увы, в России пока на данный момент палиатив только развивается. Значит, мы зачатываем в таком состоянии. Хоспис практически – это Москва, Питер, Казань. Есть отделения при больницах, но их очень мало. Это надо развивать. Новое взрослое отделение на 100 мест откроют не раньше, чем через два года. В мечтах у Владимира Вавилова и реабилитационный центр для детей, у которых наступила ремиссия. Необходимы республике новые хосписы. Так фонд планирует помочь при их создании в набережных Челнах и Альметьевске. Потому что здесь считают, что каждый имеет право на достойную жизнь, независимо от того, сколько она продлится. Альмира Низамова, Айрат Мухамедзянов, Целеканал ФИР.